Я знаю, каково это. Но в определенный момент я поняла, что есть огромная разница между тем, ради чего мы работаем и ради чего мы живем. Всю свою жизнь я хотел стать актером. Но нельзя быть актером и тем, кем хочется быть. Геем. Я обожаю кукол. Отец так меня за это и не простил. Когда мне было восемь лет, отец силы отправил меня на плавание. Он ходил в тот же клуб и сказал, что научился в раздевалке тому, что сделало его таким, как он есть. Я ненавидела эту раздевалку. В том возрасте мне было очень неловко за свое тело. Я не хотела быть голой, особенно в присутствии мальчиков. Но перед бассейном нужно было принять душ. Поэтому я шла туда только в плавках и футболке. Ребята дразнили меня, но я торопилась помыться и игнорировала их. Ненадолго это помогло. А потом однажды не вышло. Не знаю, как это началось, но помню предчувствие чего-то плохого. Эй, Педик! Зачем тебе одежда в душе? Потому что у него нет члена. Я по ошибке решила постоять за себя. У тебя есть ствол, Педик? Разденем его! Горячая вода шла из того же котла, который грел радиатор. У меня остались шрамы на и выдерживать от ожога второй степени. Прекрати! Они же чудовища. Прости. Возможно, раздевалка сделала моего отца мужчиной. Но меня она превратила в ту женщину, какая я есть. После этого я ушла из клуба. Перестала подстраиваться, пытаясь стать одной из них. Я знала, что никогда не смогу. Но что еще важнее, я и не хочу. Их насилие было жалким и невежественным, но они были верны своей натуре.